О федеральной программе «Спорт. Норма жизни» рассказал на пресс-конференции в Доме журналиста министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Она реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и направлена на создание условий для занятий физкультурой и спортом. Проект «Спорт. Норма жизни» – это, конечно, та амбициозная задача, которую поставил перед нами президент о достижении доли систематически занимающихся физической культурой и спорта 50% от всего населения нашей страны. Задача серьезная, задача сложная, но вполне реализуемая и выполнимая. Задачу по увеличению доли занимающихся физкультурой в областном Минспорте планируют решать путем улучшения материально-технической базы. На ближайшие три года на эти цели выделено порядка полумиллиарда рублей. Что мы возьмем за главное, наверное, это строительство крытого хоккейного комплекса, так его назовем, общей стоимостью порядка 280 миллионов рублей с небольшой долей регионального софинансирования. В основном это деньги федеральные. Планируем мы реализацию этого мероприятия в 2020-2021 году на территории нашего спортивного комплекса «Сибирский нефтяник». Я думаю, что вполне уместно и чисто географически расположение Ледового дворца именно в нефтяниках. Это один из крупных, так скажем, проектов, который позволит нам улучшить условия для граждан нашего города в этой части. В каждом районе Омской области в течение трех лет планируется построить площадки ГТО. 13 районов откроют свои тренировочные комплексы для местных жителей уже в этом году. Средняя стоимость такого комплекса – 3 миллиона рублей. Это тоже позволит инициативу по выполнению указа президента 2014 года о воссоздании комплекса ГТО более качественно исполнять. Главное – это не тестирование ГТО, а подготовка к этому. И та же самая задача – это регулярность этой подготовки. То есть то, с чего мы начали разговор и вообще, что в себя включает регулярность занятия физической культуры – это физическая нагрузка в течение трех часов в неделю. В 2019 году в рамках реализации нацпроекта планируется обустройство современного подогреваемого футбольного поля на стадионе «Сибирский нефтяник». Еще одно поле появится в одном из районов области. Кроме того, на выделенные средства будет приобретен инвентарь и оборудование для региональных спортивных школ Олимпийского резерва.